Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – Дмитрий Донской, суперзвезда театральной сцены начала XIX века. Мы с вами в прошлый раз затрагивали сюжет о том, как современники описывают события, которые мы сегодня рассматриваем как исторические. Для них, конечно, они еще никакая не история, а трагедия их собственной жизни и так далее. А сегодня мы берем несколько иной сюжет. Сюжет о том, как в ту или иную эпоху в прошлом театр обращался к еще более старым древним сюжетам. Например, как в XIX веке, как и почему в XIX веке стала суперпопулярной фигура Дмитрия Донского. Почему театр обратился именно к этому сюжету и именно к этому персонажу. Я бы так сформулировала вопрос именно этой лекции. В каких обстоятельствах вообще исторические сюжеты оказываются востребованы на театральной сцене, когда драматургам становятся важны какие-то исторические персонажи и почему это происходит. Как мне кажется, сюжет о Дмитрии Донском в начале XIX века прекрасно иллюстрирует вот эту ситуацию. Зачем театру история, зачем драматургам история, как и когда мы начинаем вспоминать свое прошлое, переосмыслять свое прошлое и представлять его в XIX веке на сцене, сегодня в исторических сериалах, например. Тут можно, конечно, провести параллели с сегодняшней медийной ситуацией, в которой когда-то, в какие-то годы начинает появляться много исторических сериалов, например. Вот почему, почему вдруг история начинает интересовать искусство и даже, можно сказать, массовое искусство. Итак, говоря о том, как так случилось, что Дмитрий Донской стал супергероем театра и вообще супер популярным медийным персонажем начала XIX века, я хотела бы, как это уже, наверное, стало некоторой традицией, немного ввести контекст, в котором эти события, обращения к фигуре Дмитрия Донского произошли. То есть вообще к театру истории и к жанру трагедии в русской истории. Собственно, мы находимся в разгар действительно таких событий, которым «Игра престолов», неоднократно мною упомянутая, просто позавидует, потому что у нас происходит убийство Павла Первого. На гравюре вы видите изображение этого сюжета в 1882 году, уже более позднее. Соответственно, убитому Павлу наследует Александр, и это действительно некая трагическая сцена. Историк Андрей Зорин, опираясь на исторические документы, пересказывает это так. Узнав, что Павел вовсе не отрекся от престола, а был убит, Александр, его сын, который занимает трон, упал в обморок. Под стенами дворца, по слухам, собирались солдаты и говорили, что дворяне убили и императора, и наследника. Момент был совершенно критический. По коридорам дворца ходила вдовствующая императрица Мария Федоровна и говорила по-немецки «Я хочу царствовать». В конце концов, Александр вышел на балкон, то есть в каком-то смысле на сцену, на историческую сцену, и сказал «Батюшка умер апоплексическим ударом, при мне все будет как при бабушке», ушел с балкона и снова упал в обморок. Значит, да, то есть мы присутствуем в разгар некоторой исторической трагедии, и дальше начинается период, который поэт Александр Сергеевич Пушкин в послании к цензору в 1822 году называет «Дни Александровых прекрасное начало». После такой тяжелой и мрачной атмосферы вот этой предыдущего царствования, начала царствования Александра воспринимается как многообещающее, связанное с какими-то новыми свободами, какой-то гражданский подъем происходит общественный в это время. И в добавлении к художественным словам Пушкина, слова историка Зорина, его воцарение было встречено всеобщим ликованием, и Александр, чувствуя, что это мгновенно принялся действовать. Все сосланные Павлом были амнистированы, была расформирована тайная канцелярия, коллеги, существовавшие еще с петровских времен, были заменены на министерства по французскому образцу. На посты министров Александр поставил старых вельмож Екатерининского времени, как мы помним, он сказал, что все будет как при бабушке, прежде чем упасть в обморок, а их заместителями сделал своих молодых приближенных, с которыми собирался реформировать страну. Вот это предощущение реформ, конечно, задавало некоторую интеллектуальную, художественную атмосферу с одной стороны. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с ситуацией такого общественного подъема, ожидания реформ, ожидания того, что сейчас что-то будет наконец-то по-другому. С другой стороны, все еще описывая тот фон, исторический фон, на который вдруг выйдет Дмитрий Донской, как любимый персонаж эпохи, вдруг внезапно театральный, а другой некоторой составляющей вот этого исторического фона является национальная мобилизация 1806 года и, возможно, такая первая вообще такая вот мобилизационная кампания, которая проводилась последовательно, как бы мы сейчас сказали, в СМИ, да, и, собственно, где активно создавался средствами медийными образ врага, да, значит, образ Наполеона, как совершенно ужасного персонажа, против которого мы все мобилизуемся. Это первая такая кампания в истории России, да, вот, собственно, с привлечением, действительно, печати, искусства и так далее. Да, вот в объявлении Сетейшего Синода, обнародованном начале вот этой кампании мобилизационной в 1806 году, звучали такие слова о Наполеоне. Неистовый враг мира и благословенной тишины. Наполеон Бонапарте, самовластно присвоивший себе царственный венец Франции и силою оружия, а более коварством распространивший власть свою на многие соседственные с нею государства, опустошивший мечом и пламенем их грады и селы, дерзает выступлений злобы своей, угрожать свыше покровительствуемой России, вторжением в ее пределы и потрясением православной греко-российской церкви во всей ее чистоте и святости. Всему миру известны богопротивные его Наполеона замыслы и деяния, коими он попирал законы и правду. Да, то есть, такой вот мы имеем дело с первым в истории России, таким вот тиражируемым образом внешнего врага, тиражируемыми средствами вполне, ну, как бы, да, сопоставимыми современными. Соответственно, вот этому, во-первых, гражданскому подъему, связанному с новым царствованием, а во-вторых, вот этому духу патриотизма, да, сплочения против Наполеона, вот этой мобилизации, да, против Наполеона, лучше всего в театральном плане соответствует, конечно, жанр трагедии, потому что где выразить гражданский пафос, да, где и как выразить гражданский пафос и патриотизм, как не в трагическом жанре, уж, наверное, не в коведии, да, там, или не в какой-нибудь мещанской драме, которая появится позже. И, соответственно, главным выразителем вот этого пафоса становится Василий Александрович Озеров, драматург, живший с 1769 по 1816 год. Он представляет такое направление в искусстве, как неоклассицизм. Если во всем мире после сентиментализма, в общем, благополучно наступает романтизм, то российский театр делает некоторый иной увлекательный кульбит. Именно из-за того, что необходимы формы и способы говорить о политике, а романтизм как бы специфические, только способы к этому, наверное, и может дать, русское театральное искусство возвращается обратно, как бы, да, делает шаг назад, не идет вперед к романтизму, а делает шаг назад и идет обратно к классицизму, значит, да, и возрождает классицистический жанр трагедии. Собственно, произведение Озерова, такого фронтмена, да, этого нашего классицизма, ярополка, неоклассицизма, ярополка и Олег, и Дипа Фина, Дмитрий Донской и Полексена. Из них самый, наверное, да, такой текст, самый популярный, вызывавший невероятное неистовство зрителей, огромную поддержку, просто ставший хитом хитов на театральной сцене и вообще в общественной жизни. Это, собственно, трагедия Дмитрия Донской. И здесь мы как раз, да, вот возвращаемся к тому вопросу, который я задала вначале, собственно, почему, в каких обстоятельствах, да, театр обращается к историческим сюжетам и к историческим персонажам. Понятно, что тогда, когда происходит некоторое переопределение себя, например, по отношению к врагу, да, к образу врага, да, и происходит, да, как-то острый в воздухе вот этот вопрос, а кто мы такие, куда мы идем, вот эти реформы, да, не сейчас будут реформы, будет что-то новое, а зачем и куда мы движемся? Ответ на вопрос, куда мы движемся, всегда, конечно, зависит от ответа на вопрос, откуда мы идем, да, и кто мы. Соответственно, история возникает, исторические сюжеты всегда приходят на сцену в некоторые переломные в политическом смысле моменты. И вот здесь нам нужен Дмитрий Донской, да, который становится действительно главным героем театральной сцены. Напоминаю, что Дмитрий Донской жил в середине второй половины XIV века, на всякий случай, вот так он выглядел. Вот, и пьеса Озерова, в которой он представляет Дмитрия Донского, конечно, Дмитрий Донской такой супермен, супергерой в пьесе Озерова. Он безупречен и прекрасен. Также, как Александр, опять вот эта самая идея аналогии, да, то есть исторический сюжет вводится для того, чтобы подчеркнуть что-то в актуальной политической ситуации. Дмитрий Донской такой же прекрасный и победительный, и сильный, но при этом благородный и сердечный правитель, каким мы хотим видеть Александра, который вот сейчас, да, значит, начинает, вроде бы начинает хорошо. Конечно, не только за самим Александром, но и за другими персонажами Озерова стояли вполне прочитываемые современниками образы политических деятелей современных. И это было отчасти, это обуславливало успех этого исторического сюжета. Ну, конечно, Донской так похож на Александра или Александра на Донского. Мы аплодируем монологу Дмитрия Донского и аплодируем политике Александра Первого в театре одновременно. При том, что пьеса, конечно, была полна исторических несообразностей и некоторых проблем, для начала XIX века это было неважно. Никто не стремился к исторической правде, да, значит, все стремились к ответу на вопрос, к подтверждению того, что русские сильны духом перед лицом врага Наполеона сейчас, да, и особенно в жажде реванша после Аустерлица. Русские сильны духом, Дмитрий Донской прекрасен, как и Александр, и нас ждут новые победы. Вот, а историческая несообразность, ну, это мелочь, да, например, в Дмитрии Донском трагедии Озерова есть жена Дмитрия Донского Ксения, это очень важный персонаж, которая, между прочим, произносит очень современные, даже вот по актуальным меркам некоторые речи, например, она там такие феминистские речи произносит о положении женщины в обществе, что женщина то при отце, то при муже, а как же. Вот, значит, такие интересные речи произносит Ксения, возлюбленная Дмитрия Донского. Однако, исторически, на момент, да, битвы на поле Куликовом, собственно, который в основе сюжета трагедии, вообще-то говоря, Дмитрий Донской женат не был, но это никому не интересно, а интересен сам этот самый исторический пафос. И интересно, что в этой трагедии соединялся, с одной стороны, действительно исторический пафос, знакомый нам уже по классицизму, а с другой стороны, конечно, эта пьеса была обогащена такими приятными, такими вот сентиментальными тонами, соединение трагического пафоса и сентиментальности, уже освоенной культурой, потому что настоящая эпоха классицизма сентиментальных нот, сентиментальных слов не знала. А здесь соединение вот этого трагического пафоса и патриотизма, и какой-то человечности персонажей, того, что они показаны не просто как исторические герои, а как чувствующие люди. И это тоже, наверное, впервые в истории русского театра, такое соединение психологизма, того, что мы сейчас бы назвали психологизмом, и истории, производило невероятный эффект на современников. Значит, вот, соответственно, современник Жихарев, зритель спектакля, посвященного Дмитрию Донскому в Александринском театре, восхищается примерно так этим спектаклем, не буду зачитывать всю цитату, но немного, да. Вчера по возвращении спектакля я был так взволнован, что не в силах был приняться за перо, да и признаться и теперь еще опомниться не могу о тех ощущениях, которые вынес с собой из театра. Боже мой, боже мой, что это за трагедия Дмитрия Донской, и что за Дмитрий Яковлев, Яковлев это ведущий актер эпохи, какое действие производил этот человек на публику, это непостижимо, невероятно. Я сидел в креслах и не могу отдать отчета о том, что со мной происходило, я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросала то возноб, то в жар, то я плакал на взрыд, то аплодировала сей мочи, то барабанила ногами по полу. Словом, безумствовала, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некогда было уронить яблоко. И действительно, да, вот этот пафос этой трагедии и пафос общественных настроений сливался в этих безумных, безудержных аплодисментах этой пьесы. Собственно, вы можете на слайде видеть эскиз костюма Дмитрия Донского, который, как уже мы знаем из отзыва современника, играл ведущий актер эпохи Александр Яковлев. Если внимательно посмотреть на этот эскиз костюма, мы видим, что он, конечно, с историческими реалиями сообразен не особенно, это скорее такая некоторая стилизация, но здесь подчеркну еще раз, что историческая достоверность здесь не важна, да и сам жест Яковлева, все-таки классицизм в этом плане тоже в актерской традиции классицизм унаследует, это такой балетный немножко способ существования с уверенными жестами. Историческая достоверность не была важна, было важно соединение пафоса искусства и вот такого пафоса общественного подъема. И, собственно, в связи с этим интереснейшим сюжетом, как и когда какие-то исторические персонажи выходят на первые планы, почему они становятся суперзвездами, да, вот почему вдруг Дмитрий Донской так прозвучал, я хотела бы задать вам несколько вопросов, опять же-таки, да, первый вопрос, какие настроения царили в обществе в начале царствования Александра Первого и с чем эти настроения были связаны, да, почему, что стало причиной этих настроений. И как вам кажется, если говорить о том, что неоклассицизм построен, да, на вот таком воспаленном патриотизме, от которого аж, да, прям вот заходится театральное зало, какие еще исторические личности, кроме Дмитрия Донского, такого победительного персонажа, да, вот битва на поле Куликовом, да, это такой-такой прецедент в истории нашей силы, нашей вот этой победительности и всего прочего. Вот какие еще, как вам кажется, исторические личности могли бы стать персонажами неоклассистической трагедии в начале XIX века? В ком еще, в каких еще сюжетах вот эта победительность и сила русского народа выражается, про кого еще могли бы написать в это время такую патетическую пьесу? Будем рады видеть ваши ответы в комментариях, тем более здесь тоже нет правильного ответа, да, тут нам очень интересно ваше рассуждение на эту тему, будем им рады в комментариях, большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова